Всем привет, с вами Информ ТВ. Почти 40 лет жизни народный артист России Алексей Жарков посвятил сцене и кинематографу. Он сыграл больше сотни ролей, и каждую из них талантливо, убедительно. Всегда элегантный и харизматичный он очень нравился женщинам. У него была громкая слава, но последние годы жизни Алексей Дмитриевич провел в полном забвении. Он дебютировал в кино в 13 лет и уже тогда решил, что станет артистом. Окончил МХАТ, играл на театральной сцене, а вот в кино его долго не приглашали. По-настоящему Жаркова открыла режиссер Кира Муратова. Она предложила ему роль в мелодраме «Познавая белый свет». Алексею тогда было уже 30 лет. Его дальнейшая карьера развивалась успешно, впрочем, как и личная жизнь. Женился он раз и навсегда. Стюардесса по имени Люба увидела Алексея на сцене, а после спектакля сама подошла к нему, чтобы выразить восхищение блистательной игрой. Так начался их роман, продлившийся 44 года. У супругов родилось двое детей – сын Максим и дочь Настя. В 2012 году у актера случился инсульт. Стюшка тяжелыми последствиями. К полноценной жизни он вернулся с трудом, долго восстанавливал движения и речь. У него была единственная мечта – любимая работа. Но ролей для Жаркова больше не находилось, отчего его душа рвалась на части. Он говорил, что такое забвение страшнее божьего наказания. Он жил с женой на подмосковной даче в уютном домике, когда-то построенном собственными руками. Второй приступ случился в начале марта 2016 года, и он оказался для артиста роковым. А правиться он уже не смог и через три месяца умер. Супруга рассказала, что Алексей пожил бы еще, если бы у него была хоть малейшая надежда на работу. Так сильно он ее любил и переживал, что стал невостребованным, что все его забыли. Однажды Жарков в шутку признавался друзьям, что звание народного артиста получил не зря, ведь актерствовать начал еще когда под стол пешком ходил, а значит, его обязательно ждет место на Ваганьковском или Новодевичьем кладбище. Но похоронили великого артиста в Нарафаминском районе, неподалеку от того места, где находилась их дача. Не было и официального прощания. Родные объяснили это тем, что Алексей Дмитриевич хотел уйти из жизни скромно. Многие коллеги открыто возмущались, что мэрия не нашла средства и желания для достойного захоронения артиста. Еще при его жизни они пытались организовать сбор денег на лечение, но семья отказалась, они решили, что справятся сами. По словам товарища Алексея Будакова, потеряв работу, Жарков утратил и стимул к жизни. Сын Максим стал следователем милиции, а вот дочь Анастасия пошла по стопам отца и стала актрисой. На ее счету работа в семи проектах. В этом году выйдет девятый сезон Склифосовского с ее участием. Спасибо, что посмотрели наше видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!